Итак, это гигантский обзор рынка на предстоящую неделю с 13 мая по 17 мая 2024 года. Наконец-то майские праздники заканчиваются. Эти две недели откровенной вакханали я, признаюсь, еле пережил, потому что я ненавижу такие длительные праздники. Почему? Потому что у нас в официальном госпразднике на рынке банкиры не торгуются, они не торговались последние две недели. То есть торговали фактически кто? Торговые роботы, биржевые механизмы и все. То есть рынок был максимально тонкий, как следствие крупный капитал вовсе отдыхал. Но теперь ситуация меняется с 13 мая уже по 31 мая у нас будут нормальные торговые сессии, волатильности быть, ликвидности быть. И соответственно крупный капитал волей-неволей, через силу, через не хочу, завтра выходит на торги. Это меня, черт возьми, наконец-таки радует. С вами я тоже завтра начинаю вновь торговать и в рамках нашего клуба трейдеров, и публично. Тоже видеоролики будут записаны анализом рынка. Прочие видеоролики тоже я заготовил макроэкономического плана по секторам экономики России, по сырьевым рынкам. У меня все материалы, осталось их только записать. Также я буду постепенно дополнять видеоролики по основам биржевой торговли. Структуриров видеоролики в нашей программе «Биржевик Инвест Гид». Как говорится, материалы есть, а осталось их только залить на публичные медиаисточники нашей группы каналов «Биржевик». В общем и цену с вами рассмотрим сегодня макроэкономику мировую и российскую. Пройдемся по рынку валют, по сырьевому рынку, по крипторынку, по рынку драгопромметаллов. Есть что сказать, сразу это подчеркиваю. Ну и как следствие, начнем, господа, с самого важного, то, о чем многие забывают. Фактически денежная масса на территории и в экономике Российской Федерации продолжает расти. У нас за пределом рынка имеются десятки, подчеркиваю, десятки триллионов горячих рублей, которые нельзя вывести на внешние мировые рынки, но которые можно инвестировать как в рынок акций, как в рынок облигаций, так и в драгоценные промышленные металлы. Так вот, господа, к чему я все клоню, к тому, что фундаментальный анализ не работает. Не надо высасывать какие-либо идеи из пальца, не надо выдавать желаемость действительной, не надо рвать на себе последнюю рубаху и говорить, что фундаментальный анализ, мать вашу, работает, как некоторые представители публичного трейдинга заявляют. Я еще раз скажу, господа, ни черта фундаментал не работает на российском рынке сейчас. Почему? Потому что, представьте такую картину, например, вы управляющий в крупном банке, например, в банке ВТБ, да, вы управляете там, допустим, под вашей дирекцией находится 3 триллиона рублей клиентских денег. У вас одна задача, из 3 триллионов сделать минимум 1,5 триллиона прибыли. Что вы будете делать? Вы будете сказать, идеи где? На рисковых активах. Рисковые активы это акции, это даже облигации сейчас, это сырьевые товары, это трейдинг, инвестиции среднесрочные. Куда вы пойдете? Вы пойдете на финансовые рынки. И вот так рассуждают уже все крупные банкиры. И денежная масса растет, инфляция растет за счет фактора валюты переоценивания, за счет фактора сырьевых товаров, о чем мы с вами будем сегодня говорить, будет ли, с призмом макроэкономики. И, соответственно, крупный капитал прекрасно понимает, что покуда хомяки верят, что фундаментал работает, хомяки смотрят на какие-либо акции, говорят, что, о, а там, смотрите-ка, пи на е, оказывается, 5 пунктов, а бумага недооценена, так я в нее проинвестирую. Крупняк понимает, а, хомяк сюда залез, толпа хомяков, нет, туда я точно не пойду. А где у нас там количество шартов большое? А, компания Пик. Начинаем шартовый вынос. Они сейчас так мыслят, я это подчеркиваю, чтобы вы понимали. Сейчас только биржевые механизмы и конкретные сегменты помогают определять, какие бумаги будут расти. К примеру говоря, вот есть, допустим, у вас таблица лонгов-шартов, да, которую я публикую в таком формате на нашем клубе трейдеров, в таком формате на нашем также клубе трейдеров, просто я пытаюсь комбинировать. И в чем прикол? Смотрите вы, допустим, на количество шартов по каким-либо бумагам. Вот, например, акции Пик на конец апреля, да, перед майским праздником, было огромное количество шартов. За три дня эту шартовую паству ликвидировали, просто их вынесли в жесткий рост. Потому что крупняк понимает, что, ага, толпа ждет обвала, толпа шартит, толпа там верит, что бумага переоценена, там, согласно показателям, пи на е, то есть она прибыль. Все, крупный капитал понимает, что, ага, тут можно их пятой точке порвать на британский флаг. И он рвет эти точки пятой на британский флаг путем жесткого врос цены. Вот, это первое. Второй момент, такие же таблички я публикую вот в таком формате, где детально указываю конкретно у кого какие ланговые шартовые паицы по инструменту. Что по ММВБ, по РТС, по рубль-доллару и прочее в этом духе. И крупняк, господа, мысль так. Крупняк плевать хотел на этот долбанный фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ, я прям подчеркиваю, он работал только тогда, когда наша экономика российская была глобализирована в мир. Когда у нас был керри-трейд. Когда крупный капитал на наш рынок, крупный иностранный капитал входил. Когда наш рынок обваливался. Когда ключевая сакта была под 20% годовых. Они продавали баксы по хаям. Они покупали рубли. Эти рубли инвестировали в акции России, в аббригации России, там, какие-то другие инструменты. И на этом они потом зарабатывали курсовую прибыль. То есть горячий спекулятивный мировой капитал. Теперь этого нет. И да, конечно, они раньше руководствовались. Типа Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan. Когда на российский рынок ходили. Руководствовались фундаментальным анализом. То есть их сделки они обосновывали. Там, P&E, P&B, там, RUAROE. Фундаментально показать и прочее в этом духе. Но теперь это обоснование только на тупого играет. Откровенно говоря. И вот, господа, чтобы вы не попадали под такой дебилизм. Под такие выносы. Обязательно, блин, мониторите ланги, шарты. Вот вы спрашиваете, мол, откуда я эти таблицы публикую. Господа, эти таблицы делаются всегда собственноручно у нас. Чтобы вы понимали. На сайте Мосбиржи структурируется нами информация. Сложная информация. Гид до хрена всяких циферок. И она потом упрощается вот до такого формата. Как вариант. И потом в клубе трейдеров я эти все ланги, шарты и, в принципе, публикую. Поэтому будьте аккуратны с тем, какими активами вы торгуете. Потому что крупняк мыслит именно так, как я вам сейчас говорю. Это, блин, не мои фантазии. Это, блин, реалии рынка. То есть, если мыслить по старым шаблонам, можно нехило обосраться. Что, в принципе, и делают сейчас другие участники рынка. В акциях там Башнефти, в акциях Пик там. В других там инструментах, например, в индексе ММВБ. Тоже, видите, какое количество шартов у нас имеется гигантское. Оно по сине там 70%. Понимаете? И их выносит дальше. И, в принципе, мы вам пару мыслей потом повествую в рамках этого видеоролика. То, что, блин, цели-то еще выше находятся. И диапазон 3500 пунктов мы уже скоро будем жестко штурмовать. Что там, в Тинькофф банк или шартов просто феерическое и прочее в этом духе. В общем, ставьте акцент на то, где много шартов. Именно эти бумаги спекулятивно, подчеркиваю, спекулятивно или среднесрочно будут расти. Причем неважно, в каком диапазоне времени. Потому что, если вы, условно говоря, покупаете акцию в средний срок, вы должны понимать, что покупаете акцию не на полгода, не на год там, не на, блин, полтора года. Вы покупаете ее по ценовому значению в точке А. У, условно говоря, компания АБВГД стоит там 5 рублей за акцию. Вы покупаете ее в точке А за 5 рублей. И ваша точка Б в выход 6 рублей. Поняли логику? И вот, когда она до 6 рублей доходит, в рамках этого шартового выноса, вы ее продаете. Неважно, она будет расти на день, неделю, месяц. Потому что, взяв на средний срок, условно, эфемерный, там, вы думаете, что на год возьмете, да? Акция может выставить там, допустим, через 3 дня, отработав ваши цели. Вы должны понимать, что такое позиционерное, типа, средний срок, крокосок, оно больше не работает на нашем рынке. Вы это обязаны, как пидать, понимать. Просто, если вы этого не понимаете, если вы, блин, работаете по старому алгоритму, по какому-то мнимому фундаменталу, вы неизбежно будете терять бабки. Запомните это. И сейчас так большинство еще работает. А я вас агитирую, перестраиваю на новый вид торговли. Понимание биржевых механизмов. В соответствии с лонгами, шортами по рынку. Именно этот алгоритм сейчас работает. Поэтому, учусь, что денег у нас в стране просто тьма тьмущих, до хрена этих триллионов горячих рублей. И эти бабки, они будут куда инвестироваться? Правильно. В российские акции, в российскую облигацию ФЗ. В преддверии снижения ключевой ставки. Соответственно, в серебро рубль, золото рубль, палладий рубль. Допустим, на те же самые вклады. В недвижимость, в том числе. И прочее в этом духе. Короче говоря, бабок много. Бабок тьма тьмущая. Но эти бабки должны делать новые бабки. И с этого будут выигрыши вообще все и государства, и физики, и юрлицы, и прочее в этом духе. Далее, хотел бы озвучить пару мыслей по отношению к геополитике в корреляции с макроэкономикой. В рамках нашего телеграм-канала Биржевик Акций, где 69 646 подписчиков. Ссылка на канал имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канал Пункт про рынок акций. Рекомендую подписаться. Пора штурмовать отметку 70 тысяч подписчиков. Я опубликовал 10 мая новое со следующим содержанием из УСС из Дании Блумберга. И дополнил ее своим мыслям. Смотрите, сейчас происходит ровно та фрагментация мировой политики экономики, о чем мы с вами говорим с 2019 года. То есть мы с вами делали первую ставку на инфляцию с 2020 по 2022 год. На этом с вами просто шикарно, я считаю, заработали в то время. И с конца 2022 до начала 2023 года мы с вами делали ставку на продолжение инфляционного выброса. То есть вторая волна инфляции в мире началась. И внимание, разрыв цепей поставок продолжается. Это первое. Второе. Китайцы отжимают у американцев в рынок восточной Европы. Подчеркиваю сразу, что издание Economist только сейчас начинает понимать, что фрагментация мировой экономики неизбежно набирает обороты. Что в свою очередь бьет по инфляции в виде разрывов поставок, рост торговых пошин и региональных войн. Мы с вами об этом говорим с 2015 года. В 2020 году делали ставку на первую волну инфляции. В конце 2023 года делали ставку на второй рост инфляции. Что сейчас с вами получаем. Растут ценные сырьевые товары. Из этого мы с вами имеем бабки. И инфляция это наш процесс, который мы должны пережить. Потому что капитализм в старом прежнем виде он заканчивается. Ему некуда больше расширяться. Грет капитализм в новом виде. То есть банковский капитализм заканчивается. Западный капитализм. Начинается капитализм цифровой восточной. Вы должны понимать. И соответственно соглашение о свободном торговле между Китаем и Сербии вступит в силу с 1 июля. Второе. Китай и Венгрия подписали 18 документов о сотрудничестве в различных областях. Включая сферу инвестиций. Китай и Венгрия будут усилить сотрудничество в такие сферы, как торговля, экономика, финансы, инвестиции. Джо Байден намерен вести пошин на китайский электромобиль и стратегические китайские отрасли. Вот смотрите. Китай сейчас отжимает у американцев рынок Европы. Почему это так? Потому что в принципе европейцам выгодно потреблять китайские товары. У них есть четкий сухопутный коридор в виде Евразии. Поставка через Российскую Федерацию, либо через Казахстан, Закавказье и прочее. В этом духе роль не играет. Как еще? В принципе железнодорожные пути тут хорошо. У нас с вами отработаны, обработаны товары. По ним хорошо поставляются. В чем прикол? Я много раз говорю, что плевать, что будет следующим президентом Америки. Байден, Трамп, либо какой-нибудь другой представитель интеллигенции так называемый. Вы должны понимать, что баталия геополитическая, макроэкономическая Китая и США неизбежно будут продолжаться. Вы должны понимать, что через 10-15 лет эта баталия, она выйдет на новый уровень. Уровень жесткой геополитической напряженности. Помните Карибский кризис, да? 1962 года. Между Россией и Америкой. Вот то же самое будет у нас потом между Китаем и Америкой. Вы должны понимать, что две империи существовать между собой отнюдь не могут. Это невозможно технически. И, соответственно, одна из империй постарается что-то сделать такое, чтобы другую империю раком поставить. Вот. Вопрос, пройдут ли они эту красную черту, бог его знает. История, время нам все покажут. Ждать осталось, господа, очень даже недолго. Но, как показывается история, по крайней мере, 20-го века, 19-го, 18-го, 15-го, там хоть 10-го, хоть и история Римской империи, хоть там история уже забытых прочих империй, там других наций, да, которые в пучину историю окунулись и в забвение пропали. Все нам история показана то, что они не могли существовать между собой. Они весь с собой друг другом воевали. А они доказывают друг другу властность, доминирование, доказывают право на существование. Вот здесь то же самое будет, поверьте. Вопрос только, как это как раз тогда будет переходиться. Либо путем ядерного вопроса, либо путем вопроса стратегического вооружения в виде новой холодной войны. Время покажет. Но, в любом случае, у нас в конце ноября в Америке будут выборы. Соответственно, весь смерть и выборы ждет. Ну и, как следствие, неважно, кто победит, все равно конфронтация между высоким западом будет набирать обороты. Они, американцы, будут и дальше вводить торговые пошлины. Я просто обращаю внимание на то, что Байден уже, в принципе, вел торговые пошлины на китайские электромобили. В четыре раза эти пошлины выросли до 100% с 25%. Это первое. Второе, что вы должны понимать. То, что визит представителей Китая Си Цзиньпина во Францию ничем не закончил. То есть, китайцы с Западной Европой ни о чем не договорить. Западная Европа пока еще такая проамериканская... Они ведут проамериканскую модель политики и проамериканскую модель экономики. Вопрос, за какого периода времени. Время там уже все равно все покажет. Но мы должны с вами понимать, что Европе, в принципе, выгодно сотрудничать с Азией. С азиатскими странами, азиатским регионам. Все-таки повторюсь, что сухопутный коридор есть. И доставка товара через сухопутные железнодорожные и автокоридоры, в виде дальнобоя, они дешевле, чем по морским путям. А вы должны понимать, что если раньше товары из Азии поставлялись в Европу по морским путям, в первую очередь, через Суэцкий канал, там, где сейчас война идет, да, хуситы все бомбят на своем пути. То теперь поставлять товары там невозможно. Отнюдь. И товары сейчас поставляются по Северному Ледовитому океану, через территориальные воды России. А эта логистика довольно дорогая. Опять же, то, о чем мы с вами говорили, что этот сценарий неизбежен под его реализацию. И, соответственно, Си понимает, к чему все идет. И Си начинает жестко отжимать рынок Восточной Европы под Китай. То есть он уже и с Югославией по факту договор разный подписывает, и с Венгрией, и с другими сейчас странами. Волна дипломатии начнется. Поверьте, это все только жесткое начало того, что мы с вами будем являть в процессе. Ведь, опять же, если посмотреть на ВВП стран из США, Европы, Китая, Японии, Индии и Великобритании, у нас три крупных экономики. Это американская, китайская и европейская. Обращаю внимание, что ВВП, Европа, он загибает снизу уже который год. То есть пик своего влияния Европы прошел в 90-е годы. Момент развала Советского Союза, когда все бывшие страны, входящие в организацию Варшавского договора, бывшие соцстраны, соцлагеря, стали на путь развития капитализма. Там открылись новые рынки сбыта. Соответственно, бизнес европейский мог там бабки зарабатывать. На этом факторе ВВП стран Европы рос. На факторе открытых новых рынков сбыта. Но надо понимать, что этот процесс был краткосрочный на горизонте всей истории. То есть на 10 лет. Начиная с развала СССР, 92-го года округлим, да. Суверенитета в 90-м году, всего Варшавского договора, блока. Эти рынки сбыта открылись. И как следствие бизнес туда потек. Ну вот видите, что по диаграмме видно. ВВП Европы был на максимум только в 90-е годы. А потом пошла стагнация с выходом в так называемый рецепт. То есть ВВП стран Европы теперь равен чуть более 18%. Короче, это мало. И вот китайский ВВП начнет перегонять. То есть китайцы сейчас что делают? Они пользуются слабостью Восточной Европы в первую очередь. Они потом воспользуются слабостью Западной Европы. То есть они будут поджимать бизнес как только мог. Я банальный пример приведу китайцам. Вот чем я китайцы симпатизируют? Своей предприимчивостью, своей хитростью. Наверное, даже хитрость и предприимчивость – это наличие ума, так или иначе. Все-таки они, ребята, такие ушлые. Например, кто сейчас создает концепт модели автомобиля Джили? Британцы. Китайцы владеют огромным пакетом акций в Вольво в Европе, немецкое предприятие. Китайцы поджимают под себя многие европейские предприятия, покупая там доли акций и потом уже ведя собственную политику в этих предприятиях. То есть китайцы активно проводят экспансию в европейском бизнесе, максимально набирая обороты и, скажем так, беря быка за рога. Пока бычок еще горячий. И ВВП этот фактор растет абсолютно. А китайцы компании терпят прибыль. Китайцы компании делятся прибыль с государством в виде налогового числения и прочего в этом духе. Поэтому столкновение геополитическое между Китаем и Америкой – это ближайший вопрос времени. Это 10 лет, дайте, и все вы это сами воочию увидите. Потому что особенно в эпоху деглобализации у нас острые геополитические вопросы купе с макроэкономикой встанут на первой полосе заголовков. У нас будет жесткий разрыв цепей поставок. Логические мира будут жестко разрываться. Ожидайте этого. Соответственно, у нас с вами будет очень бурный инфляционный кризис. Я поэтому говорю, надо делать ставку на сырьевые товары. Может быть, даже на какие-то там сырьевые акции, на землю, на недвижимость и прочего. Потому что именно в разрыв цепи поставок, именно в момент, когда крупный центральный банк будет понижать ключевую ставку, тогда инфляционная модель просто рванет в космос. То есть инфляция будет просто жесткой. Грубо говоря, жесткой. Вот то, о чем сейчас мало кто говорит, об этом будут говорить все. Запомните это, господа. Мы с вами ждали роста инфляции еще в 2020 году. Мы его получили. Мы об этом с вами единственные были первыми, кто об этом начал говорить. Потом весь рынок об этом заговорил, когда инфляция начала расти. Мы с вами делали ставку на серебро. Оно растет. На золото оно растет. Мы с вами делали ставку на все возможные сырьевые товары. Они растут. Акции России растут. Все. Это вы должны учитывать, что наша с вами модель, наша с вами ставка на инфляцию сейчас полный мир себя отрабатывает. И черт возьми, я боюсь представить мир в 2030 году. Боюсь. Честно скажу, боюсь представить. Потому что судоходство, оно встанет колом. Это неизбежно. Политика обязательно повлияет на экономику. Но даже банальный пример. Вот как поступит Европа в такой ситуации. Когда фактически весь мир также зависит от и китайских товаров, конечно, такой мировой, бывшей мировой фабрики. Хотя Китай уже далеко не мировая фабрика. Китай это уже крупная экономическая империя, я бы сказал. Вопросы тоже двоякие. Потому что мир зависит тоже от китайской продукции. И на этом факторе, на геополитической напряженности китайцы будут активно решать вопрос с Тайванем. Еще раз повторю, что та сторона, которая владеет Тайванем, та сторона владеет миром. Почему? Потому что в Тайване находится огромное количество чипов, полупроводников. То, что нужно в информационно-технологической промышленности. Вот я вам говорил неоднократно, что у нас сейчас информационно-технологическая активность, развитие ИТ-технологии, оно встанет колом. Оно не будет развиваться в ближайшие лет 10-20. Оно будет просто стагнировать. Вот та сторона, которую потом возьмет Тайвань, та сторона будет давать новую повестку технологического цикла. Полагаю, это будет Китай. И мы должны учитывать, что на этом всем факторе мир будет очень жестко и интенсивно деглобализироваться. Будут формироваться новые экономические зоны, политические зоны, новые валюты в подкреплении к золоту. То есть будет золотой стандарт. Это, черт возьми, неизбежно. Потому что та махина инфляции, которая сейчас запускается, она просто обесчестит весь фиатный капитал мирового. То есть инфляция сожрет, покупая способность денег. И чтобы потом будущие валюты мировые могли как-то эту, грубо говоря, инфляцию переживать, ну проще говоря, чтобы не было как такой инфляционной модели, нужно подкреплять обязательно валюты золотым стандартом. Помните, как это было еще до 71 года? Мировой инфляции как таковой-то и не было. Фактически почему? Потому что золото было более-менее дорогим. То есть подкрепляя золото к своей национальной валюте, когда золото растет, ваша валюта укрепляется. Тем самым вы не терпите этого инфляционного фиасу, который терпят другие страны, чьи валюты не подкреплены к золоту. Об этом я еще отдельный видеоролик вам сделаю. Почему? Зато стандарт просто необходим сейчас. Вот, например, в России, да, в Китае, в Индии, другие страны ближе Востока. Сейчас идет пылесосинг золота очень жесткий. То есть крупные державы, крупные компании понимают, к чему все идет. И они понимают, что купив золото по текущим ценам, по 2 тысячи за унцию, условно говоря, это золото потом нужно будет распродать в прибыль, как минимум какую-то часть золотых резервов, по 4-5 тысяч долларов за унцию. Это гипермаржа. Это маржа 2 икса, это минимум даже 2,5 икса. И страны этим уже будут пользоваться впоследствии. Поэтому тот, кто владеет золотом, тот просто защищает и хеджирует свою экономику национальную от того пипца, который у нас сейчас начинается. Внимание. Вот смотрите, на нашем опять же телеграм-канале Биржевик Акции, ссылка имеется под описанием в каждом видеоролике. Первый пункт телеграм-канала, пункт про рынок акций. Вот он проходит. Прикольно подписаться. Надо штурмовать отметку 70 тысяч подписчиков. Я опубликовал важный макроэкономический пост с отсылкой на аналитику Банков Америки. Честно говоря, я все утро 11 мая сидел. Хотя, признаюсь честно, я тоже там по своим делам катался на текущей неделе в другие регионы российские. Но попытаться все равно пытаться работать. Но в первую очередь искать макроэкономические материалы. В чем прикол? Чего-то я нашел на Банков Америка. О том, что малый бизнес в валу внутренних продуктов США составляет 44% от общего объема ВВП. Тем самым занимает фактически половину экономики. Малый бизнес, американский. В малых предприятиях работает примерно 62, дефицит 65 миллионов человек. Больше половины пролетариата. О чем это говорит? О том, что у нас, точнее у них, если быть точным, в Америке, активность малого бизнеса просто катится в труху. Капитальную труху. То есть активность обвалится с 2020 года, с момента ковида. Это говорит о том, что производственная активность падает. Сектор услуг снижается. Но оборонная активность пока еще американскую экономику вывозит. То есть такие компании, как Lockheed Martin, Boeing, они свое вооружение делают и потом перепродают. Они с тобой имеют гигантские деньги на госконтрактах. Они деньгами уже делятся из государства в виде налоговых отчислений. Но в любом случае, вы должны понимать, что инъекция в монетарной политике ФРС и ЕЦБ уже неизбежна. Это все понимают крупные деньги. Абсолютно. То есть экономика требует жертв. Требует инфляции на снижение ключевых ставок, рост денежной массы, денежного агрегатора М2. Запуска уже не скрытых стимулирующих мер, которые сейчас делает ФРС. На которой я опубликовал отдельный видеоролик. Несколько дней назад на нашем YouTube-канале можете посмотреть. То есть уже открыто экономику стимулировать будут. Потому что еще раз повторюсь. Малый бизнес занимает 44% ВВП американского. Это, блин, половина, даже больше половины рабочего населения США. И малый бизнес просто летит. Он не стагнирует, он в рецессию. Активность там падает. И чтобы эту активность поддержать, необходимо будет прощать какие-то налоги. Запускать станок печатный. Снижать ключевую ставку. И вот внимание. Почему сейчас такой обвал экономической активности идет? Потому что ставка высокая. 5,5%. Как бы нам Джером Пауэлл не говорил. Как бы он нам не втирал какую-то чушь. Выдавая желание действительно, что якобы там ФРС будет держать дальше ключевую ставку на этом уровне. Может быть даже он потом повысит когда-нибудь ставку, чтобы сбить инфляцию. Этот клоун просто нас вокруг пальца обводит. Вы должны понимать, что поднимая ставку к уровню 6%, 7, 8, 10 годовых в долларах со стороны ФРС. Американцы буквально в руку китайцам пьют эстафетную палочку империализма. Понимаете? Если ФРС на такой шаг пойдет, американцы себя просто обесчестят. Доллар реально не будет суть ничего. Потому что из трежерей американских будет жесткий побег. То есть крупный капитал будет резко продавать трежерей, продавать доллары, убегать куда? В золото. Они будут понимать, что черт возьми, американцы пошли не по тому пути, по которому жал, грубо говоря, там крупный рынок. Сейчас рынок, в принципе, ожидает снижение ключевого ставки ФРС. Рынок понимает ровно те аспекты, о чем я сейчас вам повествую в этом видео. И я понимаю прекрасно, что сейчас, будучи, когда экономика США находится в предрессиональном состоянии, когда экономическая активность падает, это экономическая активность будет стимулировать. Путем снижения ключевой ставки, повторюсь, путем запуска печатного станка. И не только в США, но и в Европе. Одна европейская экономика чего только стоит. Там вообще пипец, там PMI, индекс деловой активности, PMI обороны промышленности, PMI производственной промышленности, ВВП, это все в труху летит. Понимаете, после 2022 года, ну, после всех известных нам событий мировых. Вот, поэтому в данный момент необходимо учитывать. Конфронтация между западом будет только нарастать, и этим всем будут китайцы пользоваться. Ну, и под эту всю дудку, что будет у американцев, даже в рамках роста инфляции, они будут все равно снижать ключевую ставку. Неизбежно. Экономик США почти в рецессии. Вот только для этого. И надо стимулировать. Далее, я бы хотел пару мыслей, о том, что по отношению к следующему вопросу. Россия покупает меньше валюты. Вот недавно вышел отчет 6 мая. Минфин РФ с 8 мая уменьшит дневной объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в два раза. До 5,5 миллиарда рублей. Вот смотрите, о чем это говорит? О том, что покупка валюты снижается. Соответственно, спрос на валюту снижается. То есть валютный курс будет пониже еще. Но вы должны что понимать. В корреляции с другими инструментами рынка, типа золото, рубль и серебро, о чем мы сейчас с вами тоже поговорим более детально. Вот эти инструменты, золото, рубль и серебро будут расти. Почему? Долларовое золото, доллар и серебро продолжают рост. В рамках того анализа, который мы с вами ожидали. То есть в рамках того трейда. Того прогноза, который мы с вами озвучивали ранее. Поэтому, примерно говоря, покупать сейчас валюту лично я бы не стал. Есть куда попадать, есть куда рубль и покупать, хотя бы на короткосрочные еще дистанции времени. Кстати говоря, вот по поводу также фундаментального анализа. Смотрите, ГК «Самолет» недавно кинул акционеров с дивидендами. Это крупнороссийский застройщик. Совет директоров ГК «Самолет» рекомендовал дивиденд за 23 года не выплачивать. Внимание, мы ждали с вами эту бумажку пониже и мы ее получим пониже. Но, смотрите, в чем прикол. В том, что многие, когда покупали ГК «Самолет» акции, я вот обратил внимание на публичию трейдеров, они руководятся с дивидендами. У меня уже в то время возникал вопрос. Блин, если все-таки толпа еще верит в фундаментальный анализ, то могут ли компании кидать эту толпу апперкотом в дивидендной политике? И вот видишь, реально кидают. Почему? Смотрите, бабла, прибыль, 23 год, у ГК «Самолет» до хрена. Выручка выросла на почти 50%, чисто прибыль выросла на 71%, до 26,1 миллиарда рублей. Ну, вроде как, блин, бабки есть, но все есть, но должны быть дивиденды. Но они от дивидендов не выплатили. И не выплатят. С чем это связано? Без понятия. Но, но, это лишь в который раз подкрепляет мои мысли о том, что фундаментальный анализ, он не всрался сейчас. То есть даже крупный капитал, еще раз повторюсь, о чем я говорил вам в начале видеоролика, крупный капитал работает по стратегии, где больше шартов, там будет больше выноса. Где больше лангов, там будет больше выноса в снижение. То есть если много шартов в каком-либо инструменте будет рост, много шартов, много лангов в инструменте будет вынос вниз. И вот лангов было много в ГК «Самолет», и лангов по сей день много. Но бумага будет падать дальше, это неизбежно. Кинули апперпотом. Вот теперь в «Газпроме» вопрос следующий. Вот «Газпром» тоже кинул с чистой прибылью, да? С отчетом кинул всех. Рынок ждал роста прибыли, да? Но «Газпром» насрал на эти ожидания. ГК «Самолет» уже кинул. Кто дальше-то? «Сигежа»? Там я объявил допомиссию. Или кто-то еще? Кто кинет? Вопрос хороший. Но я в любом случае говорю про то, что сейчас в рынок акций инвестировать будет только олигофрен. Только олигофрен. Почему? Им можно торговать, им можно спекулировать. Но инвестировать надо только в физические, материальные активы. И вот, блин, кто бы как меня публично не хейтил из других блогеров, кто бы как публично меня из прочих лиц не критиковал, блин, вы мою позицию не видоизмените. Я вам сразу говорю. Только физмат-активы. И во времена царской России эти бабки инвестировали сюда и помогли пережить там 17-й год. Во времена советской России тоже люди инвестировали в физмат-активы. Им помогли эти инвестиции пережить 90-е годы. развал страны. И черт возьми, эта стратегия окупается годами. Покупай то, что можешь по торгу, можешь по покупке, если на инвестицию. Если спекуляться, то ради богу, вот там электронные счета, акции России, там валюты рынка, ради богу, покупайте. Но опять же, ненадолго. Там в Суму говорят, точка А, акцию за 1 рубль купили, точка Б, акцию за 1,5 рубля продали. Все. Вот я так и работаю уже который год подряд. И я прекрасно понимаю, что я будущее ни хрена не вижу. Я понимаю, что мы в жопе, в преддверии большой мировой жопы. И покупать инвестиционно что-либо. Но я что, вчера родился что-ли? Я вот сейчас паспорт открываю, у меня дата рождения написано, там, Михалыч, да, дата рождения. Не вчера родился. Все. А раз я не вчера родился, то что, я долбоеб покупать эти инструменты под инвестицию? Ну скажите, нет, конечно. Поэтому я говорю, что только физмат, особенно в преддверии инфляции, физические, материальные активы. Это просто обязательно должна быть, эта ставка. Если вы эту ставку игнорируете, ну значит, вы, блин, в новую эпоху капитализма с голой жопой войдете. Я по-другому не могу сказать. Да грубо, да цинично, да где-то аморально, но понимаете, когда ты живешь в эпоху истории, а об этой эпохе истории еще будут наши потомки читать в книжках исторически, да, они будут понимать, что вот там мой дед, прадед, да, обосрался, то есть потерял все деньги. А почему? Ну поверил в электронные цифры. Все. А мог там купить что-либо физическое, материальное и оставить там, допустим, детям, внукам крупное наследство, которое потом подорожает кратно на фактор роста инфляции. Ну клойку, уловите. К сожалению, так и живем, как живем. Но опять же, это история. Мы просто живем в эпоху истории. Нам нужно просто время с вами пережить, чтобы потом в новой исторической эпохе, то есть в новом капитализме, бабки поменят на дурих идеях. Но правда, будущая фаза капитализма, она будет фаза такой социал-демократии. Потому что текущая инфляционная модель, она породит марксистско-ленинские идеи в мире, я подчеркиваю. Ну опять же, тупо из-за нищеты, тупо из-за жесткого социального неравенства. Я просто тоже разные материалы смотрю, по большому счету в интернете. Смотрю, кто в Америке живет, кто в Европе живет, кто в Азии, в других странах. И у меня складывается впечатление, что уже большая часть мира не готова мириться с капитализмом как таковым сейчас. Потому что хочешь обратиться куда-нибудь в больницу в западных странах. Блин, если у тебя нет страховки, ты ничтожество. Ты на свое здоровье потом переплатишь. Хочешь там зубы починить себе, да? Доплатишь там 5 тысяч баксов. Ну это вообще жесть. Зуб вырвай, там тысячи долларов. Консультацию стоматологу словно говорят, там, не знаю, баксов 500 стоит. Ну это вообще жесть. Я имею в виду американские цены. И вот такое социальное неравенство, оно плодит левые идеи. Ну это было в истории неоднократно. Вон вспоминаете, например, ситуацию в Восточной Европе, да? После того, как была революция в России с 17-го года. Там дух коммунизма просто ходил, бродил и по массам шатался. И там взять, например, Западную Европу, там Восточную Европу. Но я все иду к тому, что история, она циклическая. История, она любит возвращаться к тем истокам, в которых была неоднократно. И, к сожалению, если живешь в историю, то тебе это просто придется пережить. Но опять же, надо делать грамотную ставку на проинфляционные активы. И опять же, повторюсь, что ставка-ставка, но бабки надо все-таки физматик где-то как-то подкапливать. То есть, копить, 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 черт, копить эту подушку. Потому что большинство в это не верит. Да, большинство верит и склонно доверять только электронной системе. Хотя я честно скажу, который вот я вам говорю об этом, я не верю в электронную систему как таковую. И я понимаю, что у нас будут цифровые деньги. Я понимаю, что у нас будет вся цифра. Но цифра цифре рознь. То есть, чтобы в эту новую цифровую эпоху, нужно пережить крупные потрясения мировые. Экономические, политические мировые. То есть, пережив потрясения, вероятно, будут какие-то денежные реформы в мире. Понимаешь? Одно с другой цепляется. И тут уже недоверие появляется, мягко говоря, обходя острые углы в данном вопросе. В общем, в целом, я просто вам решил ретрансировать еще раз свои мысли по отношению к этому вопросу. И еще расскажу, что фичи, материальные активы в преддверии инфляции просто обязаны быть. Если, например, посмотреть на статистику по инфляции, я ее публиковал 10 мая в нашем телеграм-канале биржевик акции. Где 690645 подписчиков. Ссылка на канал имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала. Пункт про рынок акций. Рекомендует подписки. Вот. Издание Крискат, это крупный инвестфонд, банк, финансовая контора, сообщает, что вторая волна инфляции началась. Я, честно говоря, даюсь диву и поражаюсь тому, как сейчас крупные банки, крупные фонды западные переобуваются. Вот почему так? Потому что мы с вами ждали витка инфляции, мы ждали с вами разрыва логистики, цепи поставок, ждали смены логистических путей с дешевых на более дорогие. Мы это получаем. И мы с вами наблюдаем на росте стоимости конкретных товаров. Там как сырьевые товары сейчас вообще растут в принципе. И вот вторая волна инфляции уже началась. Она идет. И, к примеру говоря, стоимость в мировых перевозок начала жестко расти. Шанхайский индекс является опережающим индикатором для глобального контейнерового индекса. То есть разрыв цепей поставок продолжается. Вторая волна инфляции в мировых инфляционных в мировых инфляционных инфляционных будет отражаться через квартал. То есть у нас следующий инфляционный инфляционный индекс через один квартал будет минимум на процент выше, чем они сейчас торгуются то есть мировая инфляция в долларном эквиваленте, условно говоря, будет где-нибудь, не знаю ну там условно говоря сейчас у них 3,5% в инфляции в США, но будет 6% у нас пик инфляции в 2022 году 9,1% в Америке но будет 6% и причем я сразу почерпнул, что эта волна инфляции будет только дальше расти, то есть мы идем к покорению максимумов по инфляции 81-го года то есть к максимумам 16-17% годовых баксов этот диапазон он будет дальше расти к 12% потом к 18% мы к покорению идем вот, так что если в этом диапазоне тупо обосрался ФРС со своей монетарной политикой там еще с чем-то, то в этом диапазоне тупо геополитика и разрыв мировой глобализации мировой глобальной системы все вот здесь уже идет тупая история все то есть жирные годы сладкие годы сразу почерплю, они закончились все это время прошло 20-летие спокойствия прошло теперь наступает время жесткой трансформации мировой экономики мировой политики в общем ставка на инфляцию ну и последняя важная макроэкономическая новость в этом видео это то, что правительство Российской Федерации продолжит поддерживать увеличение инвестиций в российский ИТ-проект информационно-технологичный то есть ИТ, да, так называемое на уровень минимум вдвое выше роста экономики то есть государство делал ставку на что? на рост технологической активности но это небольшой нюанс бабки-то заливают это круто поддержка есть это еще лучше но технологии откуда-то надо брать и пока Китай еще не владеть Тайванем да покупать открыто у китайцев их БУ-продукцию становится сложно покупать напрямую продукцию ИТ из Запада нереально вот тут видите выход пока не ясен как эту производственную активность вот в этих компаниях Астрад, Диасов, Позитив, ВКонтакте Янекс наращивать пока вопрос но бабки в бухгах это конечно круто поддержка жесткая по крайней мере так глядишь в раза два эти акции выстрелят еще Астрад, Диасов, ВКонтакте но потом награждение-то может быть 5-7 лет посмотрим но пока вопрос такой чисто микроэкономический откуда брать оборудование на дальнейшее развитие этих компаний пока вопрос открытый далее индекс ММВБ и фьючерс на ММВБ я сразу хотел бы отослать точнее сослаться на наш прогноз от торгов рынка акций России который я озвучил в недельном обзоре рынка 5-го мая 24-го года на нашем YouTube-канале вот 24.15 это индекс ММВБ по тайм-коду и я указал что у нас ММВБ пойдет на уровень 3410 пунктов да вот этот диапазон ценовой вот сюда и потом начнется рост ММВБ в районе 3460-3470 пунктов что мы собственно говоря с вами и получили вот вам реализация нашего с вами прогноза был вынос на 3410 пунктов и дальше рост 3450-3460 пунктов господа смотрите прикол мы с вами конечно трейдеры хорошие я не спорю я честно говоря сам испытываю такую очень такую жесткую долю пафса по отношению к своей стратегии реверсной торговли да и рад тому то что вы понимаете реверсную торговлю рад тому что вы понимаете как рынок сейчас работает значит вы смотрите мои видеоролики и по основам биржи торговли и биржевик инвизогид и в клубе нашем активно моим лайфхаке на своей торговле воспроизводите меня это черт возьми сука радует реально потому что я понимаю что я вкладываюсь вас своими силами окрайне говоря тоже деньгами и прочее в этом духе но господа смотрите у нас такты по МВБ еще запад для роста остается жестко остается то есть на будущей неделе мы ближайшие пару дней ну там 2-3 дня обторгуемся в близи диапазона реперное сопротивление 3460 3440 пунктов в этом диапазоне вот так поторгуемся бутылки да там при флаге да там может быть даже при вымпеле вот так сейчас покажу вам вот так поторгуемся при этой формации потом пойдем выше в район 3470 3470 пунктов короче диапазон 3500 аккуратно будем входить так что учитывайте что цели по МВБ повыше вот делом поиск что у вас есть резона спекулятивно если вы их подкупали резон их потом раздавать вот я вам точно по прошлой трейде озвучу по руке у меня были на уходящей неделе хотя откровенно говоря я всю неделю в мае своей особо жестко не торговал просто у меня дела свои повторюсь были я в другие регионы ездил там эти вопросы решал которые уже наболели за последние годы вот но все же время находил какие-то трейды закрывал прибыль брал но все равно среднесрочная ставка у меня на рынок как с Россией все еще осуществляется но об этом чуть позже в этом юрике я вам повествую так что поторгуемся в небольшом треугольничке здесь и потом пойдем выше в общем ждем роста по акциям Российской Федерации на будущей неделе торговой далее индекс РТС и фишурс на РТС здесь у нас с вами треугольничек он остается он активный он депрессивный он продолжает расторговываться на текущих уровнях смотрите от валюты что я ожидаю на будущей неделе коррекции в пользу укрепления рубля РТС где-то вот здесь так что аккуратненько медленно верно будем по этому инструменту расти что касается валютного рынка еще раз повторюсь что жду укрепления рубля рубль торгуется доллар рубль в рамках торгуется в рамках нисходящего канала у нас на пришел на ЕМА-100 ЕМА-50 будем постепенно расторговавшись здесь корректироваться вниз на штурм диапазон 91 дефис 90 рублей 50 копеек на этом факторе РТС скоростки будут расти в принципе такая же картина наблюдается и по юаню вот мы отторгуемся вблизи плеяда сходящей средних ЕМА-100 ЕМА-20 вот так потом пойдем вниз на 12.55 12.50 по евро рубль то же самое торгуемся здесь потом пойдем опять вниз на 98 ну в общем и целом запал для роста рубля еще имеется по рупию то же самое цель 1,2 вергана в районе 1,08 по турецкой лире цель 2,80 по гонконгскому баксу цель в районе поддержки 1,05 по швейцарскому франку цель вот здесь 1,8 гана 100 рублей по Тенге у нас ЕМА-200 опять же такие чисто локальные коррекционные цели не более чем по белорусскому рублю цель находится вот на этой поддержке цена 28 рублей 10 копеек ну и по канадскому баксу тоже цель находится ниже на 1,1 гана 67 рублей за 1 канадский доллар в общем по валюту будем корректировать пользу крепления рубля поэтому какие-то там может быть даже лонговые идеи осуществлять тут глупо будет вот и что касается евро-доллар у нас евро будет локально подчеркиваю краткосрочно корректируется пользу роста доллара на будущей неделе цель евро-доллар в районе 1,07 дефис 1 ну короче 1,07 480 1,07 250 то есть вот здесь сюда придем будем расторговываться ну вот на этом факторе у нас индекс бакса индекс бакса чей график я найду сейчас будет аккуратно ну прям медленно медленно подрастать в район сопротивления 105 рублей 105,7 пункт вот сюда вот что касается американский трежерис у нас пока это проторговка ну пока торгуемся в боковике в районе доходности 4,44 и 4,52 что касается рынка драга прометаллов ну и потом последствия всего сырьевого рынка картина по ним прежняя смотрите во первых начнем с того что я ранее публиковал прогноз роста цены драга металла еще 24 апреля вот по золоту уже дал выхода цены на 2,38 2,400 по серебру выход на 28,28 50 вот в принципе мысли даже дозвучивал в этом посте еще от 2 мая что цели выше по этим металлам ну и вот сейчас эти цены пришли на ценовые отработки то есть серебро на 28,60 золото на 23,70 я с профитом поздравляю тех кто отторговал эту идею сделку в лонг молодцы красавчики прибыль есть это радует но небольшое но во первых если хотите торговать сырьевыми товарами рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал первый пункт в описании под каждым веройкам пункт про сырьевой рынок а также про рынок акций подписки тотально рекомендую наших два телеграм-канала про акции про сырьевые товары мы там ими торгуем разметки технически публикуем макроэкономику тоже и второй момент это то что в разгар краткосрочного роста индекса бакса у нас золото будет падать в район на будущем 2330 2325 пунктов ну короче 2330 2325 долларов за унцу серебро будет то что он снижается в район поддержки 2740 долларов за унцу вот сюда но опять же повторюсь что переходя уже на золото рубль серебро рубль здесь у нас пока треугольники низкая волатильность что в серебро рубль что в золото рубль и соответственно у нас постепенно формируется крупные начатки на будущий рост вот например золото рубль формирует двойное дно ценовое цель у нас вот здесь находится 7200 7400 это первая цель хотя цель еще выше есть в районе 8000 и по серебро рубль то же самое пока в треугольнике идем на расторговки потом будем входить вверх вот смотрите сейчас в рынке будут мнения что якобы серебро рубль переоценен в России но извините меня я еще раз говорю что за кордоном рынка находятся десятки триллионов рублей эти деньги хотят делать новые деньги о чем это говорит о том что эти деньги будут также входить в данный сырьевой товар то есть мы с вами делали ставку на рост серебра в рублях мы эту ставку с вами сейчас еще держим она открыта но по крайней мере меланге открыты вот у меня царинца по 50 долларов за грамм серебра я жду роста еще раз в район 140 даже 160 рублей за грамм вот и соответственно эти деньги будут входить сюда крупные деньги то есть понимаете тут опять же если вам говорят что этот инструмент переоценен и якобы в мире он торгуется 80 рублей за грамм это просто пиздоболика я по другому это не могу это просто бла-бла-бла сиди я сам открою помните что 30 триллионов рублей находятся за пределами рынка и эти бабки будут делать новые бабки путем оторвать тех иных идей на финансовых рынках то есть все что эти блогеры говорят делите на 25 все если вы покупали вместе со мной там золото вот здесь 3 400 3 500 хотя я честно что я золото продавал об этом трейд публичными у меня были в сотом диапазоне 4 400 примерно это было в том году еще серебро я покупал да в этом диапазоне тоже там докупал по 49 по 50 по 59 там с целями в район 120-130 рублей за грамм хотя честно говоря цели немножко выше сместил в район 150-160 рублей за грамм потому что понятно что это будет еще растить свои стоимости и о чем это говорит о том что крупняк уже сюда вошел и крупняку насрать на фундаментальный анализ крупняку плевать на хотелки блогеров на то что вам какой-нибудь Иван Иванович говорит эти Иван Иванович по факту все инфо-цыгане которые в паре курсы за херпромет и бабки я же вам еще раз говорю у нас все видеоролики бесплатные основа бюджет торговли цикл обучающих видеороликов бесплатный вот вам наш повторный ютуб канал графа плейлисты вот основа бюджет торговли 200 обучающих видеороликов бесплатные бесплатные без смс тупо на халяву вот то есть цыганец вас бабки я не собираюсь мне это нахрен не нужно но метальчики уж извини подвинься друг мой сердечный я держу дальше и мне плевать что говорит там Иван Иванович Зинаиды Петровны дурья Агрегатовна там не знаю Петр Павлович хоть там пусть они на себя последний трусы рвут и в ломбард продают и говорят что этот металл должен оказываться обвалиться по их мнению я все равно я не верю словам я держу дальше в ломбард и если бы я был бы идиотом я бы этот чудо инструмент продавал где-нибудь здесь по 72 рубля за грамм когда эти же клоуны говорили что этот сырьевой товар упал в ренте 50 рублей за грамм они эти вам картинки рисовали технически я в то время говорю что да пошли они в жопу я жду выше этот инструмент что это произошло да я самоутверждаюсь что такое самоутверждение это доказательство профессионализма к сожалению в бывшем советском союзе только так и можно доказать свою правоту то есть ты топишь за какие-то идеи ты их оцениваешь грамотно ты их массам озвучиваешь и потом когда эти отрабатываются масса говорит ооооооооое а этот человек коса умный он заработал вот так система работает у нас в бывшем советском союзе откровенно говоря тут тихоㅋㅋ нельзя жду этот прекрасный благородный металл в первую очередь отработки шипа 130-135 а потом на уровне 150-160 вот там я где-нибудь где-нибудь вон там я готов с и позами сону продавать да говорил раньше говорю сейчас все и говорится easy money а дальше время покажешь что дальше время покажешь но будет да и честно трудно сказать главное прибыль ворбе с этого инструмента забрать из прибыли хорошо так далее нефт марки брендс в принципе отскок в район 85 мы увидели с вами не более чем отскок чтобы понимали и соответственно сейчас по этому инструменту будем аккуратно снижаться на 1 2 вергана 79 78 доллара за баррель я принц много раз звучит что краткосрочную лонг сделку по нефти я готов набирать где-то турне ну может быть 75 там 77 вот к этим уровнем перейдем дальше можно будет принципе этот инструментик рассмотреть под как минимум краткосрочный лунг я об этом еще и еще мысли озвучу обязательно но по нефти у нас или не на будущей неделе по природам газу нас цели также ниже мы пришли к ема 200 этому уровню цель куда вот сюда от на третий ган 190 закрытие гпл дума там 181 75 также цели тоже прежней цели ниже я честно говоря пока эти два сырье товара мимо обхожу потому что я сейчас работа или на идее по рынку акций да о чем очень попозже видеоролики повествую вот имя пока рынка акций хватает в принципе я пока на сырех рынка нет торгую но кроме того что удержу там примеру лонг позиции там по инвестиционным инструментом по типам серебра но это просто птицы который уже приносит свои плоды свои деньги далее криптовалюта рынок bitcoin эфириум тунг коник серпи прочая монета посмотрите по битко нам есть куда локальным попадать это норма шипы 56 тысяч 300 долларов то есть мы с вами отскок увидели а сок от своим проторговали да и соответственно есть куда снижаться еще у нас диапазон в принципе 52 может быть даже 50 1 тысяч долларов за монетку это хороший уровень ема 200 тут принц можно дать тоже новую порцию я полагаю таких эфемерно среднесрочных то сюда придем отскочим придем расторгуем потом пойдем еще повыше чуть ну можем так да по эфиру ема 200 тут будет расторговка отскок на 3 200 расторговка а дальше пока история умалчивает дальше вам скажу уже в процессе тех дети что по рынку будут совершаться с моей стороны потом коина в принципе уходим на уровне 7 баксов ну я еще раз на слон потом коина открыт нас цель 20 цена 207 средний да у нас профит 2 из 28 процентов я еще раз господа говорю что если вы в ланге вы прибыль можете закрывать ради бога ваши деньги ваш капитал ваш отец я не мама я не папа я не брать и не с вас чтобы вас в чем-то упрекать но помните что если вам денег достаточно инструмент с прибыли до закрываете чего вы ждете просто вы мне дрочите письма откровенно говоря за такую подробность но мол михайлович тонкоин закрывать не закрывать я пишу человеку там даже другим лицам что а вы чё хоть мы прибыли достаточно или нет ну достаточно когда нахера меня спрашивать я вам тут говорил можете закрывать позиции в прибыль покуда на вас есть я вам тут говорю можете закрывать по большому счету тонкоин мы наши редакции шкуру будет письменкой разгружать позиции и фиксирует по нему прибыль а почему бы и нет прибыль есть ради бога можно фиксировать ждать и море погоды ковыряя интенсивно при этом в носу не наши стратегии точки а входили точки бы продаем так и работает рынок так что учитывать этот важный момент важно нюансы как следствие если прибыли достаточно ради бога закрывать вот xrp если посмотреть но здесь цель нас вот на има 200 находится 056 но в общем мысли по крипто рынку озвучил да все крипто активы будут снижаться кроме тонкоин а тонкоин будет расти на будущей неделе далее нефтегазовая акция кидалыч пром извиняюсь в горле запишу газпром 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 как у кидалыч это великая компания эта компания которая никогда не кидая своих акционеров хотится последний порыв на же два раза кинул их первый раз дивидендами двадцать втором году а второй раз уже с отчетностью за мсфо 23 года в общем это говнецо да у нас сейчас пытается отскочить она отскочит в район там 156-157 а потом полит еще колом ниже в район 145-46 вот я же говорил неоднократно что я газмяс продал когда мсфо отчет вышел я по факту вышел фактически в безубыток при среднем стоимость 159 рублей до хотя когда я продал я по 158 там 20 примерно да но с обсидеть меня там с небольшим была средняя но вообще убытка как бы есть номиналь он небольшой там но может быть 0 809 процента но это не более чем не более чем поэтому я с этим откровенным говном сейчас связываться не буду я понимаю что девиенская есть тут они не одобрят совет директоров скорее всего не с дивидендами кинут у нас и местах свечной чтобы в районе 130 124 рубля но это срань она будет ниже в принципе но если хотите покупать газпром но это на ваш страх и риск и я с этим говном честно говоря не хочу взаимодействовать конечно сейчас тоже пытаются никто припоминать что якобы вот а михалыч якобы за вам газпром покупать не не нет давать так я не звал покупать газпром я звал покупать серебро реально вот это там я реально орал кричал единственный бля в интернете был который говорил что серебро серебро срочно покупайте серебро а ну вырастет инфляция на горизонте бля как помните как в 90 психопату метро стояли это конец конец света неизбежен братья и сестры вот я тоже вам и стоял орал серебро серебро покупать серебро мне газпром будет интересен только на спекуляцию там условно говоря по 185 если бы увидел его там продал а вот серебро это под инвестицию поэтому серебришка то я прибыль еще не зафиксированную имею до фиксирую буду по мере роста но опять же не сейчас а газпром но есть стадут купить там геймпауру 120 135 может быть 125 я бы может она спекуляции вы бы купил но не более чем просто рынкового бумага не интересно вот видно по боковику который продолжается ноября 22 года до язык боковичка уходим из подъема девятый вниз youtube рикошетит вниз так что в принципе тут пока войти и нечего по газпром нефти да у нас была фаза малого отскока фактически он торговаться всю следующую неделю при боковичке между яма девятый и медианой пасу бонжера 744 755 рублей бумага рынка тоже не интересно вы понимали рынку не наплевать с глубокой высокой межгалактической дыры лукоил отскочил дивиденды гэп он хрен закроет вам сейчас запомните это так отскочил там на полтора два процента не более чем цель лукойла где на проторговки вот где-то здесь вот в районе 7 700 70 до 76 90 проторгует потом по тема девятый ниже симу 3 кашет вниз на ема сотую диапазон 7400 так что принципе лукойл вышел на исторический максимум лукойл гэп оставил но опять же гэп будем закрывать на микро же после отката откатится поторгу спаду поют и вверх так что лукойл брать сейчас я лично собираюсь и особо я не вижу никакого посыла никакого смысла дали компанию роснефть по роснефти у нас тоже она рынку абсолютно не интересный вечер происходит с 16 апреля тупо дэв тут треугольник но есть треугольник выходите вниз на уровень 570 на 565 так что пока тут у нас ничего интересного нет руснефть идет на двойное дно у нас цель отката будет 190 мне кажется конечная тут нас будет жесткая фаза конвергенция по сессия индикатору товарным циклом товарном канал потом пойдем вверх уровень 240 ве счет принципе руснефть можно будет еще по спекуляции потом рассмотри когда двойное дно вот на этом уровне обрисуют но опять же сперва коррекция да потом реакция все игра проста далее сургут нефтегаз обычка перед венами загоняет повыше на 38 превка загоняет тоже немножко повыше на 70 но опять же у нас будет гэп по сургуту уже в ближайшем месяц или ближайшем полтора на плюс-минус и и вы понимаете будут гоповать на уровне 1 2 ганг это 72 там 73 мика ж но потом когда тут будет дыра вот условно говоря тура 72 73 гент на уровне там условно говоря 55 эту дыру эту сигму мы закрывать блин будем очень долго может быть два года даже просто вспомните что был например по гэпу да вот вот там гэп рекорд на дивиденд в 21 года гэп закрывали ёпта два года закрывали гэп прикинь два года гэп вот еще гэп до 20 рогут июль закрыли гэп только блин через год то есть кто покупает сургут прев сейчас здесь вы лучше мне деньги за донати они мне нужны я хоть на рекламу отправить там я на благотворительство могу хоть там я не знаю там пенсионные дома там детские дома их отчислил по справедливой говорится стоимость я реально каждый месяц скажем так доначу пожертвования отправляю в разные рода детские фонды и фонда на пенсионеров лучше я им отправлю но если вы хотите деньги смыть в унитаз покупайте сургут нефтегаз даже в риф получился пушкин просто уже в гробу перевернулся так что учитывайте покупая сургут нефтегаз смыть деньги в унитаз все ваши хардмани сложные деньги добывающие да сложные ботхер там на рынке окажется потом просто грудом говна купив сургут нефтегаз по текущей стоимости но дело право ваше право лучше вместо донати я был бы очень рад этому вот но если хотите обосраться ради бог покупать это говно выбор ваш далее башнефть в башнефть привилегированная самая ликвидная бумага в рынке да здесь та же сам что из шляпы сургут нефтегаз прив гэп с июля 20 закрывался полгода гэп 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 июля 22 закрывался год до дивиденды гэп так чё нас еще гэп 19 закрывался охренеть год год охренеть не встать ну короче минимум полгода год закрывается то есть покупая башни в преф перед гэпом сейчас вы как сургут нефтегазе обосрётесь охренеть не встать вот просто прикинь да вот например был бы я хомяком на рынке я бы клюнул на звание инвест цыган да и этих инфо цыган этих долбоклюев которые говорят покупай нефтегаз фиксирую дивидендную доходность но мамы клянусь заработаешь тому наверняка правда а закрытие гэпа сроки закрытия какие-то не знаю я сроки покупать дивиденды хоть будут они видят как вас вызывает с дивидендами только тупой клоун на это поведется на дивиденды но извините меня купив здесь у вас будет гэп еще ноги там не знаю услугариваться на здесь потом 2 400 2 ну пусть 2 400 по 2 500 пусть открыть будет народом 1000 2000 можно же 1800 этот гэп вы будете блин года два закрывать потом она проторгуется после гэпа упадет после гэпа она нахрен рынку не будет бумага интересно но какой-то дурак твой будет покупать здесь сейчас я не понимаю поэтому да этим говном я не торгую я понимаю что говно потом всех кинет она после гэпа никому не будет интересно поэтому я этим ерундом не собираюсь торговать далее банки сейчас кончику сбербанк втбм тиньков банк банк санкт-петербург мкб совкомбанк вот смотрите сбербанк да локально будем расти куда 315 рублей второй момент втб идем на ема 200 00 2340 вот опять же такие уровни которые локально надо отработать далее тинькович так если прям честно говорить прям вот если прям очень честно я спекулятивный позу тиньков банка раздал на ема 200 в рамках наш клуба трейда в первую очередь да потому что меня тоже был спекулятивный поиск открыто по 3185 вот тут я небольшой профит зафиксировал по нему там чуть более трех процентов среднесрочную позу я держу конечно по тиньковичу до моей цели выше по нему но спекулятивку раздал где спекулятивку готов буду еще раз покупать но если дадут уровень хотя бы 330 может быть 3000 там я готов купить но покупать спекулятивку на ема 9 медиан пасе больше я честно говоря не хочу но я еще раз напомню про риски отработки шипа 2800 риски есть так что будьте готовы потому что потом не было паники у меня лишь среднесрочная поза есть да сам торгуется в треугольнике но спекулятивку повторюсь еще раз немножко распродался прибыль честно говоря просто не удержался потому что я все равно понутру спекулянт я мне честно говоря инвестиции всегда давались сложно я когда вижу бабки да будучи имея такой полусовковый менталитет я их забираю как говорится 90 год научили видишь бабки забирай бабки 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 видишь бабки ну все в карман нож положить почему бы не вот но все же все же все же прибыль была забрал ну а так пока еще держу какую позу есть такую и держу далее банк спб бспб здесь но гэп был гэп закрыт кстати говоря блин красавцы мощно закрыли гэп это принципе ожидаемо было но теперь идем вниз на има сотую 298 откат будет так как неизбежный далее сибом мкб бумажку не разворачивать раночку для заворота начал прием в районе 720 сюда проторгуемся потом так пойдем выше также на 720 на спекуляцию можно было подбирать почему бы нет с в себе то есть совком банк ну блин дивер и есть все есть уровень 18 от работы но повторюсь что есть риски отработки 17 рублей я повторюсь еще раз что совком банк я особо не торгуем не покупаю а мне пока в принципе особо не интересен поэтому поэтому как-то так буду интересен сообщу пока я его страну обхожу далее металлурги российские северсталевым кандаломка на опять же точки зрения макроэкономики и микроэкономика в них все господа ахуен то есть заказы растут бабки капают инвестиционно да есть куда расседать хоть на одну вторую гана по северсталь там 200 2200 инвестиционно но спекулятивно еще раз повторюсь что да мы подрастем на два там 2000 рублей за акцию от да падаем проторгуемся ниже немножко по и на 1000 проторгуемся потом пойдем выше то есть по северстале картина прежние медленно верно выходим в фазу роста по ммк локально попадаем 53 50 отработан да потом пойдем выше на 58 то есть ммк в принципе тоже можно будет рассмотреть точки зрения призмы потенциальной торговой идеи и на ломка как северсталь вот локально подрастем 255 там откорректируемся на маде потом на медиану пасу бонжер проторгуемся потом локально пойдем выше на вещь а там может даже 270 рублей в принципе по металлургам вот картин пока какая есть прежняя плавно идем вверх путем таких небольших коррекций далее акции гмк нурникель русал и компания n plus но по гмк мысли прежние 140 рублей покажите я там готов эту бумажку от ланга потом спекулятивно от реперной поддержки рассмотреть хотя бы на отскок цели на яма-деве на яма-двухсотую на 159 принц там прибыль 5-6 процентов я был бы не против по ней краткосрочно зафиксировать по русалу но диверы есть пока продавцы все еще буянят поэтому риски отката к уровню ямас 50 и яма 200 остаются тут глубокой коррекции не будет выложка что алюминий растет соответственно прибыль русал тоже будет расти поставки блин покупали алюминий алюминий будут покупать рассеет номер один поставка алюминия во весь мир даже компания алко американской трудовой тоже алюминий она не сможет заместить поставки алюминия у них нет их мы сейчас эти есть на русале понимаете по добычу поэтому да откат будет расторгов потом пойдем еще выше в этом 40 пять пятьдесят рублей поэтому принципе отката можно будет поймать но не более чем по компаниям плюс опять же что мы сами же ты получаем локально с таким вверх на медиан полосу у нас будут двойное дно ценовое да и потом мы двойным дном пойдем вверх на штурм 455 500 и на уровень потом 550 рублей поэтому в принципе здесь только двойных нарисовать вот так пришел автор класс пошел выше так что в принципе пока картина прежде далее акции компании мечел акции компания распадская мечел у нас с вами из накопления выходит фазу распределения цена он цель точнее у нас в районе 262 рублям но про мечел я писал о том что еще 15 апреля наш телеграм-канал бережевик акции о том что цель нас 240 да потом он будет асок в районе 270 может быть даже 290 рублей за акцию в одну бумажку мечела вот 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 у нас цель сейчас 1 265 270 на будущей неделе поэтому к этому уровню перейдем от уровня которого ожидать 240 рублей ну и принципе кого ланговый пост открыто помечил участвовать с моим прогнозом да смотрите сами если вам прибыли будет достаточно может на яма 200 медиан полосе фиксировать там 78 процентов прибыли это нормальный стоит вспомнить что основная масса рынка бабки теряет вы на моих идеях зарабатывать поэтому черт возьми блин не надо быть инвестором блять не надо быть каким-то клоуна на рынке который уже такой-то кратного иксового рост нет прибыль есть закрываете еще до хрена дурь и какие можно от реверса стратегии отработать источник перепродавности выходим в пользу роста да поэтому первых движет 2 270 мы их отработал уже на будущей неделе да может быть даже завтрашнего дня поэтому учитывайте что помечилу фиксировать можно будет профит уже я подумаю завтра может после завтра по акциям компании распадская здесь у нас с вами треугольник из которого плана придется аккуратно медленно верно выходить в пользу роста отработка уровня 408 410 рублей поэтому в принципе здесь что пометь что по распадской цели выше поэтому вот особенно помечу ланге у вас имеются закрывать пользу рост принципе резон в пользу фиксация проблеме веду далее яковлев оак аэрофлот авиация российская смотрите иркута яковлев но пиркута во первых честно говорю хз че будет пиркута в врать не буду я без понятия вижу дрейф боковик вижу такой формирование треугольника поэтому пока при этой фазе дум будем торговаться но готов ли я брать иркут здесь нет не готов готов брать только гентью по мере си женьги не в районе то можешь 1 8 ганат в районе 60 рублей за акцию если брать оак у которого долбаны допы мисси до 130 миллиардов акций по 27 копеек то ну наверно брать не текущую ангене турни может быть там в 79 копеек потому что но брать его здесь самоубийство так что я эти пока компания обхожу стороной аэрофлот постепенно выходит вверх у него цель 52 там пятьдесят четыре рублей вот в этом диапазоне поэтому медленно верно пока будем пара фото расти дальше далее золото добывающая компания полю золото часть кончку полю золото селегдар поле металл буре азота югкан по полюсу двойное дно идем на 14 700 в принципе лицо но не отработали фаза роста продолжается далее селегдар селегдар то же самое цель нас 80 рублей югк юглд ну то же самое как по пользу 1 0 5 1 10 цель по бурят золото то же самое цель шипы 2 750 полен золото цель шип 17 400 и шип на 18 300 то есть тут цели тупо выше то есть эти бумаги в принципе торгуются будет расти там полю золота будет расти поле металл бурят золота югкан золота но вот опять же по поводу поле металл вид такой соц двояка немножко почему потому что а поле металл сейчас широкому опять же не интересен но небольшую фазу отскоков все-таки я ожидаю на уровень 330 рублей но не более чем широкому то есть не интересно данная бумажка поэтому небольшой отскок и вот все там от медианы пасы бонжера есть резон еще ниже быть далее россии технологические акции я нас выкация на зон хат хантер диасофт и астром но по яндексу пока бычимся дам пока вот тащит вверх хотя передачи снирия на самособычность не торгую потому что мне принципе много неинтересно но пока по тренду будем скатываться выше выше и выше тут пока картина прежняя в контакте меня цели несрочной позы там открыто локальные тоже спекулятивные торги отрабатываю обрабатываю в общем и целом здесь локально жду откат на 550 рублей до небольшую расторговочку и отскок на 580 590 тут я готов еще одну спекулятивную позу накопить и потом по меру и раздать но среднесрочная в принципе лежит и как говорится хлеба не просит сам аккуратненько порастет 1050 рублей за акцию тут треугольник формируется озон локально тоже порастем на будущей неделе 4700 хат хантер у нас локальника тоже будут расти 5400 вот диасофт у нас локально будет тоже расти 6560 вот astra у нас лока ох ты упорный сейчас секундочку astra 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 у нас а тоже треугольник видите локально будут ходить вверх нас репер на сопротивление что-то 70 рублей так что принципе здесь цели всем краткосрочно находится повыше но опять же повторюсь что это тупо отсылка не более чем далее акции электро сетевого сектора такие как фск руссети все виды мрск юнипромус энерго интераунд смотрите фск отработал полностью 13 копеек красавцы молодцы профита поздравили но опять же у нас будет небольшой отсуток на будущей неделе 13 280 откат будет потом 12 про торговка и цели потом лучше выше на 4 копеек поэтому если вы но опять же не если я знаю что вы по забрали месяца ну да тогда ранее я лично уже фск продал полностью в рамках наших клуба трейдеров но опять же вдруг вы есть позициях еще у вас там прибыль более 10 процентов поэтому задерок можете ожидать на 13 копеек там продавать прибыль фиксировать позиции выходить все прибыль есть красавцы молодцы я только рад за вас что вы заработали еще на данной идее по интерау локальный цель шип 465 но это опять же по финалка роста не более чем юнипро локально по юнипро нам надо будет расти в район 233 вот мсн джем мосэнерго локально мы идем на ема 200 315 сюда сейчас раз торгуемся приходим расторгуемся и уходим потом вверх опять на 3 50 то есть принципе спекулятивный позу от тема 200 можно будет подобрать по мосэнерго так что опять же только над ниже половить его тгк 1 здесь нас треугольник аккуратно выходить вверх на 0 0 10 642 о гкб у к 2 у нас цель на ема 200 059 вот ну и что касается мрс к остальных видов этих компаний которые были на 5 затерялись например взять россии сибирь у нас цель ема 200 73 то есть куда падать центре приволжит ема 200 33 цель а лена энерго преф у нас цель 200 рублей реперная поддержка мрс к центром локально идем на 0 6 6 откатом на 0 60 мрс к русский регион московский 155 на отскок дальше 142 ну и вроде все смотрел но и целом по итоги обзора во первых все сектор экономики россии рассмотрел сырьевые рынки рассмотрел вообще чего кто рассмотрел рассмотрел поэтому наконец эти с майские праздники заканчиваются я реально жутко счастлив что все уже все 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 позади наконец-то банки выходят на торги наконец-то блин может быть нормально нормально сеть их торговать жопу рвать и прибыль бабки зарабатывать и черт возьми блин вы просто не поставить как я вот просто две недели как будто в каторге провел просто это был треш полмесяца просто полмесяца без активных бешеных торгов просто первую декаду мальских я пытался торговать им просто вот но нету ликвидности да на этом деле на втором деле мальских я особо так не торговал но просто в отъезде был там проблемы свои решал скажем так но сейчас наконец-то не представляете мне как спекулянту это всласть и страсти наконец-то лент наконец-то нормально рабочая торговая сессия билис ему это просто телечитах в общем и целом от рынка акции россии ждем аккуратного роста серебро золото рубль тоже будут расти друбы будут укрепляться соответственно и если у вас вместе спекулятивно поясни у вас есть стопудово на обратной связи с вашей стороны прекрасно понимаю учитывая то помиросы купить импоза может раздавать все это будет идеальный трейд как говорится прибыль заберете будьте счастливы у меня на этом лично все я вам рекомендую подписаться наш клуб трейдеров ссылка имеется в описании под каждым игроком биржек вип точка рум и наш официант играм бот биржевик бот я там провожу прямые эфиры каждый день вот торгую в прямом эфире публику и сделки прочего в этом духе лайфхаки по рынку и прочее у нас же вместе ли грамм-канал про рынок акций про сырьеворных про облигации про банковский сектор в кантагрупп и яндекс цен рекомендую подписаться чтобы быть курсик событий но и помните что мы все обречены на прибыль лишь время и грамотные стратегии наши главные союзники и вот теперь господа в честь завершения майских праздников надо накатить реально надо накатить это о чем вы подумали нет я не такой хочу накатить яблочного сока и отпраздновать конец этих сакамайский праздник на к не стал часть вот мы фили чита части мою то есть ничего для жизни не надо кроме как рабочих сессий жду не даже завтрашних торговых сделок завтрашнего дня всего вам доброго добить эти майские праздники уходящие сегодня и до свидания увидимся завтра и и и и и и и и и